Сижу, значит, однажды на приёме у одного специалиста. Он мне и говорит, мол, всё у вас хорошо, только вы поправились на пару килограмм. Я услышала, вы стали такой жирный, что мне тесно рядом с вами. Как ты можешь говорить такое? Я всего пару килограмм набрала. Но, я так сказал, быдло! И я убежала. Скитоясь по просторам города, я пыталась понять, кому я могу такая понравиться. Возьми меня! Не, у меня есть девушка. Возьми меня! Не, я девушка. Возьми меня! Давай! Фу, ну ты мерзкий. Я бежала в слезах и не понимала, почему всё такое стройное. Деревья, дома, птицы. Стройное всё, кроме меня. Но потом... Еда! Нет! Возьми себя в руки! Смелее, девочка, ты сильная. Ты сильнее своих желаний. И я пошла домой. Дома было грустно и одиноко. Компанию мне составлял только мой желудок. Я знаю, малыш. Я знаю. Пытаясь отделаться от мыслей о еде, я начала разговаривать с Луной. Луна, Луна, ты такая красивая, большая и умная. Ну да, я такая. Скажи мне, Луна, неужели я правда такая толстая? Ну да, ты поправилась на пару килограмм. Блин. Посмотри лучше на меня. Я смотрю. Смотри внимательней. Да смотрю я блин. Вот именно, я похожа на блин. Нет, не похожа. Блинчик, маслянистый, жирненький блинчик. Не-е-е-е. У меня не было больше аргументов. Луна вправду была похожа на блинчик. И я начала быть. У-у-у-у-у-у. А потом я пошла в фастфуд. Я ела и плакала, плакала и ела. А в перерывах выла. У-у-у-у-у. Эй, охрана. Меня выперли из заведения, но поесть я успела. Вернулась домой, знаете что? Жить стало лучше. Но с утра я, конечно же, первым делом отправилась на пробежку, потом бассейн, потом кроссфит. И всё ради тебя. Да-да, ради тебя. Я люблю тебя. И я люблю тебя, мой животик.